Производство, диод, самолет Брайтс Фрайта, теория относительности, ну и мало того, телефон, нержавеющий сталь, сверхпроводимость и все это 900 по 1913 год. Понимаете, какое количество открытий. В это время самолет становится более активной формой передвижения, автомобиль становится активной формой передвижения, появляется активная форма телефона, который до этого не был настолько разный. Понимаете, настолько было динамичнее на самом деле, что не факт, что именно начало нашего периода, 21 века, давайте поставим 2000 год или 2013, найдете столько количества реализаций? Не найдем. Не найдем. С точки зрения реализации, фундаментальных не найдем. Давайте сюда добавим сверхпроводимость теории Эйнштейна, которая здесь есть, и вы поймете, что не факт, что 21 век является самым динамичным. Не факт. Ну, по крайней мере, не самые-самые. Эти мы вопросы потом оставим, иначе я не смогу уложить в свое время, я с удовольствием на них отвечу. Да, мы аккумулируем многие вещи, но тем не менее. Возникает вопрос, откуда берется масштабная креативность, в какие периоды она возникает. Потому что есть определенные периоды, когда формируются человеческие революции с точки зрения технологий. Эти, в общем, революции, они обозначены определенными периодами и рамками. И если посмотреть на это, ну, вот, наверное, глазами философа, то можно увидеть, что на самом деле масштабная креативность берется на пересечение многих вещей. Это культура, искусство, науки и технические мысли одновременно. И одним из таких примеров, наверное, является, вот, Ренессанс, вот, написали, конечно же, это очень такое понятие более широкое, потому что никто не знает, когда точно начнется Ренессанс, когда он точно закончится. Есть определенные такие промежутки, когда мы относимся к Ренессансу, что-то в искусстве и культуре. Но когда мы говорим про искусство и культуру, очень часто забываем про технологии, потому что в этот же период фактически менялся фундаментальный мир. В открытии Америки, в общем, было открытие сравнимо с открытием планеты. Или, если уж не говорить про Коперникову революцию, да, изменение подхода вообще к человечеству, к модели, тоже было фундаментально. То есть, надо все время понимать, что мы живем, вот, не факт, что за 13 лет, которые мы с вами проживали, там, за 17-18, это есть единственный, самый динамичный период в истории человечества. То есть, человечество взывается разными скачками в разный период времени. Накапливается, потом происходит ускорение, да, вот это ускорение происходит в разное время. Что важно, вот я вам уже показывал этот слайд, я хотел бы сказать, что начать с другого. Мы посмотрели, что такое Россия за 100 последних лет, извините, это 17-е, 2017-е мы взяли. Почему? Ну, потому что прошлый год, это год столетия революции, и было интересно посмотреть, каким образом изменялась, в том числе, Россия. Давайте посмотрим интересную вещь. 7,4% доли УВП в мировом производстве составляла Российская империя в тот период. И, в общем, что можно сказать, что она была, если мы сейчас посмотрим, тоже 6-й, 5-6-й экономикой в мире, в том же период, в то же время, в точке места, да. При этом мы занимали первое место по экспорту нефти и производству нефти. Именно в этот период мы обогнали, Северные Штаты были первыми. И экспорту зерна. То есть очень напоминает, я покажу вам, 17-й год, корреляция будет очевидна. У нас достаточно были высокие темпы роста УВП, но, правда, они сглаживались в период определенных атак. И с 1935-го года, на течение, если говорить, до 17-го, мы говорим, до 13-го, наверное, года, да, вот такой доли улицы был очень высокий темп. При этом наука и образование в количестве Нобелевских вариантов достаточно было существенным. Вообще, российская наука, может быть, и есть, и не была самой передовой, но она досталась, что являлась фундаментальной наукой до того периода в мировой цивилизации. Интересное сравнение, ну, еще раз, 74%, вот, на самом деле, 17-й год, 3,2% УВП мирового. При этом, конечно же, Россия сейчас значительно меньше, чем Российская империя, с точки зрения вот ее размеров, конечно, мы понимаем. Но, тем не менее, мы продолжаем первое место по углеводородам и экспорту зерновых. Как-то очень странно, но соотношение точно такое. Самое интересное, я бы сказал, про другое, потому что у нас доля машиностроения, видите, был 1%, а стало 4%. На самом деле, это очень невысокий объем. Я вам покажу, в период, когда Россия и Советский Союз имела больше, но, тем не менее, очень много взаимосвязей. И, если мы посмотрим, кстати, на российскую науку, количество новостковых лауреатов, мы увидим, что за этот период мы, ну, немножко снизили темп появления новостковых лауреатов. У нас, правда, будет выступать новоселов, знаете, по Графену, вот, как раз на Питерском форуме, часто это наши панели, тот, кто один из был изобретателей Графена. И вот таких примеров за последние, там, 10 лет у нас, к сожалению, не так много. Что глобальные вызовы? Ну, это картина, которую мы показывали, мы говорим, что есть разные глобальные вызовы, которые существуют для экономики. На отдельных я остановлюсь чуть подробнее. Но, наверное, прошлый год характеризовался достаточно, этот год, может быть, тоже ростом интереса к блокчейну. Мы стали свидетелем этого, в основном связано, правда, не с самой технологией, а криптовалютой, но, тем не менее, интерес вырос с ничтожного, да очень существенного. Помогло, не помогло, очень другой фактор. Скорее всего, в чем-то могло, в чем-то нет. Чуть подробнее расскажу. Очень интересно двигается, как вы понимаете, искусственный интеллект. И квантовые технологии Google все-таки сделал очередной шаг про 72-кубитного компьютера, который никто, кстати, не верил в прошлом году. Когда я выступал два года назад, сказали, что, наверное, невозможно, вот Google, к примеру, я доказал, что это возможно. Понятно, очень много вопросов, но, тем не менее, это происходит. Ну, если про равные технологии, я не буду достаточно подробно рассказывать. На самом деле, наверное, интересно про, может быть, сказать про что-то, уже никого не шокируют дроны летающие, никого не шокируют в том, что солнечная энергия шагает по планете, все это понятно. Я не хочу наговорить то, что уже становится явью, и беспилотные такси, которые есть, кто ездил в Дубае, вот в Дубае беспилотное такси, я поучаствовал в движении беспилотного такси, очень интересно, на самом деле себя очень неуютно чувствуешь. Очень неуютно чувствуешь. Это такой субъективный опыт, но когда перейдет 20 минут человека, вдруг открывается окно, закрывает, то есть вы не понимаете, что вообще происходит. Ну, и надо понимать, что язык, с точки зрения английского произношения, это должен быть правильный, потому что он там с особым цинизмом. Помните анекдот Eleven, который, знаете, вот такая очень интересная есть заставка, два шатландцев впадают в лифт, в которые нужно сказать фразу, на какой этаж вы едете, да, и надо сказать Eleven, вот какое количество раз они не говорили, он так и где тут лифт и не поехал. Вот приблизительно точно так же я испытал себя ощущение в такси беспилотном в Дубае. Ну, интересно, рекомендую попробовать, кстати. Что важно, ну вот с точки зрения в этом году произошел существенный фактор изменения вот этого типа летательных аппаратов, потому что появились серийные аппараты. Раньше об этом говорили не про серийность. Серийный аппарат сделали китайцы, и серийный аппарат сделал Airbus. Большая крупная компания производства самолета сделала вот аппарат, который, в общем, здесь представлен, беспилотный пассажирский дрон. Вот это китайский вариант, который тоже уже в серийном производстве, пока малосерийным, но тем более. Мы пытались запустить нашу версию от HardSurf, который у нас участвовал. Он участвовал в Дубае. Мы подняли его воздух в прошлом году. Сейчас разрабатывается версия номер два, но могу сказать, что мы не успеваем, мы проигрываем скорости. Потому что вот если 4-3 года назад, я тоже об этом расскажу, это одна особенность нашего, вообще в принципе, нашей экосистемы, мы создаем изобретения, но скорость их реализации, масштабирования и, самое главное, доведения до какого-то, знаете, такого эффекта, даже вау, очень у нас ограничена.